Прием граждан в онлайн-режиме. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев выслушал проблемы жителей и помог в их решении. Из-за коронавирусных ограничений стороны общались по видеосвязи. Елена Метлинова попросила Владимира Киселева организовать проверку маркет-бара, который находится в жилом доме на улице Добросельской. Женщина рассказала, что ночью там продолжают торговать крепким алкоголем. А ведь запрет на продажу по областному закону действует с 9 вечера и до 9 утра. В баре отсутствует зал обслуживания и все покупатели распивают алкоголь под окнами квартир. Жалобы в полицию, по словам Елены, были неэффективными. Музыка кричит на весь район. В такую жару, когда температура воздуха выше 30 градусов, конечно, закрывать окна в квартире – это не вариант вообще. И как-то вот мы боремся уже с ними второй год, но результатов никаких. Елена утверждает, что спиртное продавали и в День Семьи, Любви и Верности. В этот праздник на всей территории Владимирской области действует полный запрет на реализацию любого алкоголя. 8 июля 2021 года. Пожалуйста, люди выходят свободно, покупают алкогольную продукцию. К диалогу подключили исполняющие обязанности директора департамента предпринимательства. Владимир Киселев попросил ее сотрудников выехать с проверкой в бар. Если нарушения подтвердятся, то руководство маркета ждет штраф с конфискацией продукции. Мы сегодня же посылаем туда проверку. Проверку из областной администрации. Мы включили департамент предпринимательства к этой работе. То есть сегодня проверка выйдет. Оценят ситуацию. Мы, безусловно, обратимся еще и в полицию, в правоохранительные органы, возможно, в прокуратуру. Александр Семенов обратился с просьбой посодействовать в ремонте дороги, которая ведет к садовому товариществу строитель Суздальского района. Жители объезжают ямы по полю, когда сухо. Но в дождь объезд уже невозможен. Председатель ЗАГС собрания вышел на связь с главой администрации Суздальского района Алексеем Сараевым. Тот сказал, что уже подсчитана ориентировочная цена дороги. Выше 11 миллионов рублей. Полный ремонт реально сделать в следующем году. На обсуждение остальных деталей Александра Семенова пригласили в местную администрацию. Нас услышали в законодательном собрании, нас услышали в Суздальской районной администрации, назначили встречу конкретную. Сараев сразу сказал, приезжайте, будем решать. Во многих случаях граждане вынуждены обращаться и к председателю законодательного собрания, и в партию «Единая Россия» именно в тех ситуациях, когда, к сожалению, не могут решить вопросы на местах. Озвучили и социальную проблему. Анна Ипполитова ухаживает за своим уже взрослым ребенком и считает, что родителей недееспособных инвалидов с детства необходимо освободить от уплаты транспортного налога. Сейчас это правило действует только пока ребенку не исполнится 18 лет. Родители предлагают продлить льготу. На данный момент в области около полутора тысяч недееспособных инвалидов с детства первой и второй групп. Спикер ЗАГСобраний Владимир Киселев назвал просьбу своевременной и обещал подумать над расширением льготы и просчитать возможности областного бюджета.